Всем привет! С вами Оксана! Сегодня будет история реанимации треснутого ногтя. Вот он грустный и печальный на ваших экранах. Клиент ударился о дверь и вот результат. Первым делом я из этой трещины сделаю вырез. Если сказать простыми словами, то кусачками откушу часть ноготка и сделаю дырку. Подлезть щипцами в такое место – дело непростое. Рядом кожа, не хочется ее случайно зацепить или уколоть носиком. Поэтому делаю все аккуратно и не торопясь. На этом я, пожалуй, остановлюсь и теперь хорошо обезжириваю ногтевую пластину. Также отремонтирую и этот ноготок. Свободный край скрутился и форма вместо четкого квадрата стала зауженной. Тонким слоем наношу прозрачную базу под гель-лак от Лавли. На мокрую базу выкладываю кусочек шелка для ремонта ногтей. Он как раз закроет эту дырку, которую я сделала щипцами. Шелк хорошо пропитываю в базе и прижимаю все волоски, чтобы ничего не топорщилось. В таком виде я зафиксирую ноготь в лет-лаймпе 30 секунд, чтобы база схватилась. Теперь наношу базу на второй ноготь. Кстати, оба поврежденных на одной руке, на правой. Клиент правша, девушка она очень активная и такие ситуации с поломками для нее не редкость. Я перевела ее с гель-лака на укрепление жестким гелем. Маникюр носится теперь опрятнее, дольше, но случаи поломки не исчезли. Ремонт и восстановление буду делать камуфлирующим гелем со стекловолокном от интернет-магазина Федора Татаринова. Ссылку на магазин оставлю под видео. В предыдущих видео я показывала вам прозрачный гель Fiber, а теперь у меня появился и такой вариант. По консистенции он средней вязкости, структура неоднородная, так как в геле находятся волоски. Но прям с первого взгляда их не увидишь. Работать с файбергелем достаточно легко, он очень податлив, держит заданную форму. И можно при желании выстроить архитектуру, можно смоделировать ногти или тонким слоем укрепить натуральные. По цвету не супер плотный, скорее ближе к натуральному оттенку. Сохнет в LED лампе от 30 секунд до полутора минут, в зависимости от мощности лампы. На этом ноготке я выстраиваю только свободный край. Напомню, что здесь я хочу убрать скрученные углы. На ноготь с трещиной я нанесу файбер-камуфляж полностью. Хочется максимально укрепить этот ноготь, чтобы при отрастании и смещении стрессовой зоны он не начал гнуться и проседать. В заявленных характеристиках этот гель имеет повышенную прочность, поэтому выбор материала очевиден. После просушки я сняла остаточную липкость с геля. Чтобы она не забивала абразив пилки и начинаю придавать нужное очертание ноготку. Работая пилкой, чувствуется, кстати, что гель жесткий. Бывают такие материалы, что два взмаха пилкой сделал и спилил все, что выкладывал. Знакомо? После поверхностного опила ручку перевернули ладонью вверх и теперь тонкой керамической фрезой. На высоких оборотах убираю толщину и скрученные углы. В таком виде я ногти оставляю. Толщина небольшая, посмотрим, как гель справится. Кому тоже интересно, что будет с этими ногтями через 3-4 недели, ставьте плюсик в комментариях. Если желающих много, засниму итог. Покрытие будет камуфлирующей базой Gratol номер 12. Коллекция таких молочных камуфляжей от Gratol вышла в начале 2021 года. Моментально набрала свою популярность и по сей день востребован среди клиентов. Я снимала обзор по всем цветам камуфляжей Gratol. Ссылку оставлю в описании под видео. Кто не смотрел, очень рекомендую. Можно наносить их тонким слоем, можно делать выравнивание. Плотность нереальная. Камуфлирует натуральный ноготок на раз-два. Полностью просыхает в LED-лампе. Легко спиливается фрезой. Лично я минусов не нашла. И с удовольствием работаю этими базами. Я просушила первый объемный слой базы и теперь тонко наношу второй слой. Для чего? Объясняю. Этим тонким слоем я довожу базу максимально близко к кутикуле. То есть она будет четко прокрашена. Это раз. И на этот тонкий слой базы я выложу блестки. Это два. Блестки утонут в базе и никогда не потеряются. Напомню, что клиент мега активный. И таким образом я перестраховываю свою работу. Естественно, поверх необходимо нанести закрепляющие покрытия. Я использовала глянцевое, без липкого слоя. И на этом все. Работа закончена. С вами была Оксана. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте вопросы и предложения в комментариях. На этом буду прощаться. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok